Ливневые дожди До критической отметки нужно, чтобы вода в Селинге поднялась еще на 270 сантиметров, а это значит, что пока ситуация более чем стабильная. Впрочем, информация о том, что в Монголии начинается период дождей, говорит о том, что уровень воды в реке, скорее всего, повысится. Но управление ГОИЧС отмечает, что ситуация под контролем. По прогнозам, в Монголии сейчас очень дождливая погода, преимущественно у них на всех территориях. У нас по границе с Монголией стоят 4 гидропоста. Гидропосты у нас автоматические, соответственно, при каких-то отклонениях плюс или минус они сообщают. У нас стоит 4 точки. Крайняя точка – это Новоселингинск. Вода в среднем спускается около суток. Но за счет того, что у нас автоматика, гидропосты сообщают, соответственно, мы будем готовы. Впрочем, бывали случаи, когда большая вода из Монголии доходила до Улан-Удэ всего за 5 часов. Так, к примеру, было при наводнении в 1973 году. Но сегодня в городе существует система оповещения «Ксион», которая позволит оперативно сообщить о приближающейся угрозе. Сами же жители из возможной зоны потопления надеются, что вода все же не поднимется. Ну, так-то мы смотрим, конечно. Может быть, и думаем, поднимется. Ну, располагаем, что нет. Так думаем. То есть вы надеяете на то, что пронесет? Да. Потому что если до 20-го, говорят, 8-го и 7-го, старые люди, что если вода не поднялась до уровня, то, значит, наводнения не будет. Люди до сих пор верят в приметы. Так вот, как гласит одна из них, змеи являются предвестниками большой воды. Они вынуждены покидать свои норы в тот момент, когда поднимаются грунтовые воды. Жители Улан-Удэ все чаще стали замечать их на улицах города. Недавно, к примеру, змею поймали на детской игровой площадке на авиазаводе. В итоге, будет наводнение или нет, покажет время. Но, по прогнозам синоптиков, в ближайшем месяце в Монголии дожди. Роман Попов, Бато Гармын, Новости дня.